еще раз про лешкинский пески показываю вот это вот и лешкинский пески здесь хорошо видно где идет песок где он есть где его нету соответственно давайте посмотрим измерить расстояние мерю по песку по песку по песку соответственно он там потом покажите я сейчас покажу то есть вот это вот идет все песок песок идет песок вот это вот все идет песок сами потом на карте посмотрите значит общая площадь 2500 2357 квадратных километров вот это вот все песок показываю значит вот здесь у нас получается выше 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 то здесь уже идет перешей да то есть тоже здесь песок и соответственно выше 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 запорожьями летополь и так далее еще раз катастрофа вы поняли меня вы меня сейчас услышали катастрофа если вы не начнете высаживать тополя катастрофа песчаные бури сначала вот от перешей будет весь в песке вот этот перешей будет весь в песке потом пойдет это все дальше на энергодар милитополь запорожье кривой рог николаев и вот эта вся часть украины превратится в одну большую пустыню для тех кто в танке что такое лышкинский пески это самая большая пустыня в европе давайте я вам покажу тут где-то по моему есть вот поселок так давайте не так даже давайте я вам покажу проще здесь есть 3d то есть чтобы вы просто понимали да то здесь обычные дома обычные дома и то есть вот это обычный поселок с обычными домами а вот это вот алешкинский пески ну то есть разницу в размере вы видите еще раз я повторяюсь катастрофа если мы ничего не начнем делать я понимаю что это оккупированная территория надо бить во все колокола говорить шоу вот будет катастрофа призывать он там или кто там воз там все эти организации зеленых красных фиолетовых каких хотите нужно этим вопросом заниматься иначе песчаные бури и все это поля я напоминаю вам сейчас вырубают то есть ветер останавливать некому и соответственно вот такая пустыня будет на всем юге украины поэтому этим вопросом нужно заниматься прямо сейчас они после войны